Добрый вечер в эфире телеканала Акчен ТВ. Добрый вечер в эфире телеканала Акчен ТВ. Добрый вечер в эфире телеканала Акчен ТВ. Для них организовали детский фестиваль. На его открытии основатели Академии спорта имени Анатолия Перончука признались, что за один год реализовали столько, сколько некоторым не удается за десятилетия. В данный момент действует 7 секций, занимается более 100 детей, у нас работают 13 профессиональных тренеров. И в принципе уже проведено больше 10, свыше 10 мероприятий по различным видам спорта, прежде всего по гонболу. Самая главная наша задача – это продвижение спорта в молодежи. Есть большой потенциал и инфраструктурная база, и планируется расширение спортзала, то есть дополнительные условия создать для того, чтобы могли не только культивироваться те виды спорта, которые на сегодняшний день, а дополнительно еще в админтон, волейбол. Ведем переговоры с разными федерациями. С первой годовщины Академию спорта поздравила руководство парламента, вручившее почетный диплом. Цель достигнута, и как вы видели, если у нас только много дедов, которые занимаются спортом, значит, это вырастут патриоты нашей республики. Праздничные мероприятия прошли под музыкальный аккомпанемент звезд молдавской эстрады. Когда на арене появилась группа «Санстрот Прожек», юные спортсмены пустились в пляс, а затем дружно съели праздничный торт. Дзюдоист Дарин Го Цунага выиграл молодежный чемпионат Европы. На пути к золоту европейского перенства 22-летний молодовский спортсмен одержал 4 победы. Дарин Го Цунага Дарин Го Цунага впервые поднялся на высшую ступень педестала почета молодежного чемпионата Европы. В подгорице молдавский дзюдоист добился 4 побед весовой категории до 81 килограмма. На черногорских татами Го Цунага положил на лопатки британца Хаеса, голландца Хеймана, португальца Мартинио и хорвата дружица. Дарин Го Цунага Трое других отечественных дзюдоистов – Денис Вьеру, Корниел Андреиш и Никон Забаращук – на чемпионате Европы заняли пятое место. А Дарин Го Цунага из Черногории отправился в Японию. В стране восходящего солнца наш дзюдоист примет участие в тренировочных сборах и выступит на гран-при Токио, который пройдет в начале декабря. Семеро молдавских дзюдоистов прилетели на родину этого боевого искусства. В Японии национальная сборная проведет целый месяц, примет участие в тренировочных сборах и выступит на гран-при Токио. На родину дзюдо сборная Молдавы прилетела в полном составе. Наши сильнейшие дзюдоисты в Японии проведут целый месяц. В Токио семеро молдавских единоборцев примут участие в тренировочных сборах и выступят на токийском гран-при. Проведем 16 дней в университете Токай. Здесь самый сильный студенческий клуб дзюдо в Японии. Соберутся сильнейшие японские дзюдоисты. После этого примем участие в турнире «Большого шлема» в Токио. Мы еще не определились с составом, который выступит на этом турнире. На сегодняшний день известно, что точно выступят Дарин Гуцунага, Денис Вьеру и Никон Заборощук в самом сильном соревновании этого года. После этого турнира будут организованы совместные тренировочные сборы с участием сильнейших дзюдоистов планеты. Бок о бок с родоначальниками дзюдо целый месяц будет тренироваться и Дарин Гуцунага. Свежеиспеченный чемпион Европы вошел в состав молдавской сборной, прилетевшей в страну восходящего солнца. Победитель молодежного перенеса «Старого света» рассчитывает попасть в тройку призеров японского турнира «Большого шлема». В этом году 22-летний Дарин Гуцунага стал еще бронзовым медалистом Гран-при Дюссельдорфа. Я добился наивысшего результата в своей спортивной карьере. Конечно же, я очень рад завоевать золото. Удалось хорошо подготовиться к чемпионату Европы. Рассчитывал успешно выступить, соперники мне были по силам. Понимал, что могу завоевать медаль. В Токио рассчитываю поработать продуктивно. Многие из участников чемпионата Европы будут и там. Хочется перенять опыт у японских мастеров. На Гран-при надеюсь выступить как можно лучше. Моя задача – доказать самому себе, что могу бороться на самом высоком уровне, с самыми сильными дзюдоистами планеты. Если получится завоевать медаль, буду очень рад. Моя главная задача – пробиться на Олимпийские игры 2020 в Токио. Гран-при Токио пройдет с 1 по 3 декабря. Домой сборная Молдовы вернется во второй декабре декабря. Одна девушка в окружении 20 ребят. Вице-чемпионка мира по женской борьбе Анастасия Никита. Отказалась тренироваться с девушками. И теперь спаррингуется с ребятами. Результат не заставил себя долго ждать. Рядовая тренировка мужской группы воспитанников республиканского спортивного лица-интерната привлекла всеобщее внимание появлением в борцовском зале Анастасии Никиты. Вице-чемпионка мира отказалась тренироваться в женской группе и теперь будет заниматься с ребятами. Тренироваться с ребятами довольно сложно. Я давно хотела попасть в мужскую группу. Уже успела привыкнуть. Никто не обращает внимания, ты девушка или парень. К появлению в мужской группе первой девушки 20 борцов обрадовались. Теперь они выстраиваются в очередь для спарринга с Анастасией Никитой. Положить на лопатки единственную девушку – задача приятная, но не самая легкая. В спаррингах никто никого не жалеет. Мне очень нравится тренироваться с ней. Настя сильная, опытная. Поединки с ней доставляют мне удовольствие. Она делится с нами опытом. Учусь у нее бросковой техники. Наставники никаких послаблений единственной в мужской группе девушки не делают. Высокие тренировочные нагрузки распределяются равномерно для всех воспитанников спортлицея. Тренируясь с ребятами, она себя чувствует хорошо. Еще с детства ей нравилось бороться с ребятами. С этим нет никаких проблем. Думаю, это ей очень помогает. Ребята сильнее. А когда тренируешься с сильными, это помогает ей показывать высокий результат и лучше готовиться к турнирам. Сейчас мы готовимся к чемпионатам мира и Европы следующего года. Но самое важное – хорошо подготовиться к Олимпиаде 2020 в Токио. 18-летняя Анастасия Никита – не только единственная девушка в мужской борцовской группе, но и самая титулованная среди 20 ребят. В 2017 году ей удалось завоевать сразу три серебряные медали на молодежном чемпионате мира и на первенствах Европы среди юниорок и молодежи. Носк Молдовы включил Никиту в список олимпийских стипендиатов. Для подготовки к летним играм 2020 в Токио. В течение трех лет она ежемесячно будет получать по 535 долларов. А сейчас время для нашей традиционной рубрики «Наши чемпионы», в которой сами спортсмены, приносящие Молдове международную славу, расскажут свою историю успеха. Сегодня гостем программы стал трехкратный чемпион мира по панкратиону Павел Покатилов. Меня зовут Павел Покатилов, мне 30 лет, я родился летом, 21 июня. Я занимаюсь смешанными единоборствами, занимаюсь ММА, панкратионом. Моим первым тренером по боевым искусствам был по кикбоксингу, был Эдуард Нович Пую. Сейчас у меня тренер Георгий Иван, который является двукратным чемпионом мира по профессионалам по кикбоксингу и Европы. Чемпионом Европы по профессионалам по кикбоксингу. И он меня очень многому научил и очень хорошую дал базу именно смешанных единоборств. И также я был и в России, был и на Украине, перебирал все самое лучшее от мастеров, которые приезжали и к нам в Молдову. И вот собрал огромный богатый опыт, который позволяет мне выигрывать международные соревнования. К спорту я был приучен с детства. Я занимался и легкой атлетикой, и бегом, и всем, что попадалось, что было у нас в школе. Я сам из города Дубаса. Там также была и секция борьбы, которой я успел позаниматься всего лишь два месяца, так как рано расформировалось. Но поступив в академию, в академию полиции, я попал в секцию по легкой атлетике. Через некоторое время меня заметил тренер по кикбоксингу, пригласил в секцию кикбоксинга. Еще через год приехал к нам Иван Ильич Георгиев, нынешний мой тренер, открыл секцию по смешанным единоборствам, которые мне очень понравились. И я стал совмещать и кикбоксинги, и смешанные единоборства. И в дальнейшем, закончив академию, я вот остался в смешанных единоборствах. Тогда же, опять же, закончив академию, я поехал на свой первый чемпионат, занял просто неожиданно, как говорится, темная лошадка, занял первое место, выиграл чемпионат мира. Был очень-очень хороший результат. И вот так и определилась моя спортивная карьера, что я понял, что спорт мне дано, это мое, и мне очень-очень нравится. Я начал кататься по международным турнирам, по профессиональным, уже был в команде, в сборной команде по смешанным единоборствам и выступал и представлял молдаву. Родители были всегда за спорт, но, будучи таким активным ребенком, услышал там, увидел здесь, увидел тот парень трянуться, я тоже хочу. Увидел там, кто-то играет в шахматы, я тоже хочу. Увидел там, кто-то занимается борьбой, я тоже хочу. Здесь были соревнования, что угодно, я тоже. И вот так оно, я тоже, тоже, тоже. На чемпионат мира поедешь, да, хочу. Поплавать будешь, да, хочу. Стрелять будешь, да, хочу. И вот так занимался всем, чем можно, но лучше всего себя реализовал, конечно, в смешанных единоборствах. Я двухкратный чемпион мира по универсальному бою. С этого и началась моя карьера, вот как титулованного бойца. Позже я стал кататься на чемпионаты мира по панкратиону, по ММА их тогда еще называли. Я стал на данный момент, я трехкратный чемпион по этому виду спорта. Третий раз в этом году стал чемпионом мира. Также по профессиональным боям у меня огромное количество побед. Есть и поражения, но побед больше. Я их очень ценю. Ну, вот как-то профессиональный вид спорта, смешиваясь с любительским, вот получается хороший результат. Самым ценным для меня титулом и самым важным в моей карьере, который больше всего ценю и хотел бы еще раз повторить, является чемпионат мира по ММА. И сейчас он называется по панкратиону, который я выиграл еще в 2015 году. Сейчас я его повторил, но когда выигрываешь, это первый раз, он самый приятный. Помимо спорта, помимо того, что я катаюсь на соревнованиях, выступаю, представляю Молдову, в повседневной жизни я окончил юридическое образование, имею магистратуру по юридическому праву. Я являюсь юристом в компании, я хожу на суды, я выступаю, защищаю интересы компании в судах. Кроме этого, я веду секцию спорта по ребятам, тренирую, начинающие азы показываю молодым ребятам, которые со временем переходят к нам сюда в зал и уже здесь подтягиваются, подходят к профессионалам. Я свою как тренерскую деятельность совсем недавно открыл, пробую, у меня огромное желание показать, передать свой опыт молодым ребятам. Моя спортивная мечта, она будет немножко такой наигранной, как или для кого-то покажется, ну, об этом мечтают каждому, сделать то, что до сих пор не сделал никто. Вот как человек хочет вступить туда, где никто не вступал, так и я хочу стать таким чемпионом, которым никого не было. Конечно, я уже не успею, возможно, а может и успею стать самым-самым чемпионом, по профессионалам, но я хочу в своей карьере именно добиться таких титулов, которых больше не сможет никто повторить. Это были главные спортивные новости за неделю. В студии работал Александр Батнарь. Увидимся через 7 дней на Акчен ТВ. Болеем за наших! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова